Когда в селе Огонь, они первыми приходят на помощь. Оборудование для добровольных пожарных дружин Биробижанского района передали сельским огнеборцам из регионального управления МЧС. Обновили материально-техническую базу нескольких поселений. О народных спасателях расскажет Алена Шот. До приезда пожарного расчета родные населенные пункты спасают не только мужчины. Ангелина Рыжова – одна из бесстрашных дам. Дружине жительница села Казанка состоит с самого основания. И даже в свои 62 пенсионерка готова войти в горячую избу и остановить огонь на подступах к ней. Начинаются опалы. Грабли в руки пошла тушить. А куда деваться? Иной раз так бывает, даже тушишь дом возле него. Они сидят, вышли, посмотрели и опять зашли. Хозяева? Хозяева. Теперь она пришла учиться вместе с такими же добровольцами. Не у всех была возможность освоить азы профессии спасателей раньше из-за удаленности от Биробиджана. Добровольцы должны пройти обучение по программе подготовки добровольных пожарных. После чего производится регистрация в общественном учреждении, также регистрация в главном управлении, в реестре общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных. Посетили лекцию семь участников из трех сел, и каждый получил удостоверение. Встретились дружинники со спасателями в Доме культуры села Надеждинское. Из города гости привезли четыре лесопожарных ранцевых установки. По две для Надеждинского и Дубовского поселений. Тут еще есть выхлопная труба, трубка маленькая, которая вместе с воздухом подает еще выхлопные газы. Работает точно так же, как бензопила, заводится, точно так же заправляется. Оборудование закупили благодаря президентскому гранту, который выиграла добровольная пожарная дружина. С новенькой Ангарой спасать село будет проще. Не ветками, не лопатой, а просто человек идет с этой ранцевой установкой и аэрозолем, водой с потоком воздуха производит тушение вот этого возгорания. Это очень эффективно и гораздо более удобно, чем вручную бороться с огнем. Добровольных пожарных поддерживают на областном уровне. В конце мая им повысили вознаграждение. Вместо прежних 500 рублей за день участия в тушении и проведении аварий на спасательных работ теперь им полагается тысяча. Инициативу губернатора Ростислава Гольштейна депутаты законодательного собрания поддержали. Ведь учитывая пожарную обстановку, особенно в межсезонье, без труда этих людей в отдаленных уголках региона не обойтись. В десятках населенных пунктов региона стационарных пожарных частей нет, поэтому на выручку по горельцам приходят добровольцы. Именно они реагируют на вызовы и спасают от огня людей, имущества, хозяйства. Кстати, две ранцевые установки привезли и в село Найфельд. Оборудование очень хорошее, оно нам пригодится осенью в тушении пожаров, когда горит за пределами села. Это весна, осень, это палы, конечно, это самое страшное. То есть стараемся, по осени обрабатываем, вокруг села минполосы делаем. В составе местной дружины больше 30 человек. Есть среди них и спасатели в отставке. Сергей Ткачук 19 лет посвятил службе в Хабаровской пожарной охране и вот уже два года помогает товарищам еврейской автономии. Мы уже не первый год занимаем первое место в ЕАО, как добровольная пожарная команда, и второе место по ДФО. Мы выигрываем призы и за счет этого тоже пополняем свои материалы. Всего сельские поселения в этом году получают 16 воздуходувок. Они очень пригодятся в спасении родного уголка от огненной стихии.